Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Юлия Кокбу. Сегодня приготовим сухари с изюмом по ГОСТу. Рецепт очень простой, если соблюдать технологию, получится у всех. Список ингредиентов, как обычно, в начале и в конце ролика, а также в описании под этим видео. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Итак, приступим. В емкости для замеса соединяем воду, соль, сахар и дрожжи. Перемешиваем до однородности. Добавляем яйцо и масло или маргарин комнатной температуры, щепотку ванилина и всю муку. Перемешиваем. Именно сейчас по желанию можно добавить изюм, мак, вяленую клюкву или другие сухофрукты. Замешиваем не липнущее к рукам тесто. Если тесто все же немного липнет, добавьте 1-2 чайные ложки растительного масла. Накрываем пищевой пленкой и полотенцем. Оставляем для подъема на 1 час. Через час делаем обминку. Накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 1,5 часа. Через 1,5 часа тесто хорошо поднялось. Выкладываем на рабочую поверхность, слегка смазанную растительным маслом. Из этого количества теста можно испечь 1 батон. Но его будет непросто пропечь из-за большого количества сахара. Поэтому я делю тесто на 2 части. Округляю и оставляю на предварительную расстойку на 15-20 минут. Чтобы тесто не заветрилось, накрываю его пищевой пленкой. Тесто заметно поднялось. Смазываем рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла. Переворачиваем одну заготовку швом вверх. Раскатываем в небольшую лепешку. Сворачиваем рулетом. Хорошо защипываем шов. Немного подкатываем и придаем форму батона. То же самое проделываем со второй заготовкой. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на расстойку на 40 минут. Батоны увеличились в 2 раза. Убираем в заранее разогретую духовку до 160 градусов Цельсия. И выпекаем батоны 20-25 минут в режиме верх-низ без конвекции. Время выпекания зависит от вашей духовки. Батоны хорошо пропеклись. Выкладываем на решетку и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Когда батоны полностью остыли, нарезаем их на кусочки шириной по 7-8 миллиметров. Если вы располагаете временем и хотите, чтобы сухари были более хрупкими, оставьте их в таком виде на ночь, чтобы они немного зачерствели. Если времени у вас нет, можно сразу поставить в духовку. Но в этом случае они будут более твердыми и менее хрупкими. У меня время есть, поэтому я оставлю их на ночь. Сухари немного зачерствели. Получилась плотная корочка. Теперь убираю противень в духовку на 10-12 минут при 140 градусах в режиме верх-низ без конвекции. Если верх у сухариков подпечется быстрее, просто переверните их на другую сторону и еще подержите в духовке от 3 до 5 минут. Сухарики получаются красивыми, хрупкими и очень вкусными. А главное, вы знаете, из каких продуктов они приготовлены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита и готовьте с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok